Доброе утро! Другое, вот что мы будем готовить. Если у вас, предположим, со вчерашнего ужина остались макароны, причем именно вот эта форма, она как называется, пенни, по-моему, она называется по-итарянски, это форма макарон, ну вот такие они нам нужны для того, чтобы мы их укладывали в формочки. Мы расположим их определенным образом, то есть это будет нечто подобие маффинов, наверное, и в серединке у нас будет начинка из шпината, сыра, моцарелла в данном случае, яиц и молока. Можно еще натереть туда немножко, буквально, зубчик чеснока для пикантного вкуса, но в утреннее время мы решили чеснок просто оставить ради украшения, но использовать его в нашем рецепте мы не будем. Ты занялся сыром, поэтому мне придется, для того, чтобы шпинат все-таки был, ну, скажем так, мягким, да, и мог принять ту форму, которую нам нужно, мы перемещаем все эти листики на сковородку, их буквально нужно будет в течение минутки на подсолнечном масле, можно на оливковом масле, ну, то есть для того, чтобы они стали мягче. Да, 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 и с присованием. Ты рассказала, для чего нам необходимо молоко? Нет, мы будем мешать яйца, молоко и сыр, и все это потом перемешаем с таким припущенным вот шпинатом, и все это будем в центр наших макаронных формочек помещать, вот такие у нас планы. Должно получиться красиво, насколько вкусно, мы не знаем, не пробовали, но пока не меряю. А что может быть невкусного? Знаешь, шпинат, яйца, сыр, макароны, что в этом может, в этом рецепте, что может быть невкусно? Ну, и параллельно будем вам рассказывать о новостях, и, конечно, новость, которая меня вернула, лично меня и многих, думаю, наших телезрителей, вернула в детство, вернет в детство, потому что, я думаю, сейчас вы поймете, о чем речь, В младийской столице Куала-Умпур открылся авиационный ресторан, располагающийся в самолете, который может подарить приятный гастрономический опыт на своем борту. Расположенный в квартале Букинте-Пинтанк, самолет Боинг-737 предлагает пассажирам изысканную трапезу из трех блюд, приготовленных шеф-поваром Антуаном Родригесом. Точно так же, как и настоящая авиакомпания, меню в самолете подставляется на эконом-класс, бизнес-класс и первый класс. Для гостей также доступны различные десерты и торты по случаю дни рождения и юбилеев. Помимо этого, пассажирам предоставляется возможность зайти в кабину пилота и прогуляться по крылу даже самолета. А почему я об этой новости вспомнил с ностальгией? Мне кажется, я поняла, почему ты говорила о детстве. Все, кто помнит свое детство, людей, которое прошло 80-е, 90-е годы, конечно же, помнят Кишинев и кафе-самолет Лайнер. Лайнер украшал один из самых красивых парков в нашей столице, Долина Рос, и специализировался этот самолет, вернее, самолет-кафе на мороженом. Я лично бывал там, я помню ту атмосферу, конечно, очень смутно, я был совсем маленьким, но туда водили родители. Я думаю, что многие наши телезрители, к примеру, нашего возраста, тоже в детстве водили туда лакомиться над этим сладким десертом. Так что эта идея, которая в Малайзии сейчас реализована, давным-давно была запретентована, практически известна нашей республике еще 30 с лишним лет назад. Так что такие вот... Как твои успехи, я смотрю, ты отлично справляешься одновременно. Я практически, да, закончил уже. Я тоже в процессе. Задача такая уж сложная. Шпината оказалось больше, чем я предполагала. Наверное, стоило все-таки отдельно сначала шпинат отделить от хвостиков, а потом уже переместить все это на сковородку, но постараюсь сейчас оправиться. Потом, кстати, нам все это нужно будет поместить в духовку, и выпекаться будут эти формочки из наших макарон буквально в течение 15-20 минут. По сути, нам нужно будет только дождаться, чтобы расплавился сыр, и все, и плюдо будет готово. И сюда перемещу сыр в тарелку, чтобы нам осталось место и для других ингредиентов. Так, я бы еще хотел рассказать одну новость, которая меня, как сладкоежка, и тебя, я уверен, порадует. Я не сладкоежка сейчас, летний сезон. А вот и зря, потому что если ты будешь питаться этим мороженым, то форма твоя не пострадает. Давай, рассказывай. В Санкт-Петербурге студенты университета ITMO разработали мороженое для похудения и увеличения мышечной массы. Идея создания необычного десерта принадлежит старшему лаборанту кафедры прикладной биотехнологии Манике Абдулаевой. Вместе с магистрантами она придумала новый рецепт мороженого, убрав из состава практически весь жир, сахар, ароматизаторы и искусственные красители, а также добавив туда протеин и заменители глюкозы. От такого мороженого нельзя поправиться, наоборот, оно стимулирует похудение и даже рост мышц. В 100 граммах продукта содержится 17,5 граммов белка, 4,7 граммов углеводов и лишь 1,9 граммов жира. Всего 105,9 килокалорий. Вот такая вот точность. Десерт может стать полноправным, в принципе, заменителем протеинного коктейля. Многие фитнес-тренера уже решили это все испробовать на себе и похвалили продукт. Сказали, ну, вкус, конечно, специфический, практически тоже мороженое, но, несмотря на это все, как бы мороженое остается мороженым, поэтому в ближайшее время, думаю, мы тоже попробуем. А если он будет вкусным, то теперь можно будет мороженое есть без опасения за свою фигуру. Такая идея. Хорошая новость. Мне очень нравится. Хорошая новость. У меня тоже есть хорошая новость. Шпинат уже готов. Убираем его с плиты. И нам сейчас нужно будет сформировать те самые маффины из макарон, быстро приготовить начинку, соединив сыр, шпинат, яйца и молоко. И все это, в общем, вы увидите в следующем включении, а пока что Александр Вьеру подготовил очередной сюжет. Смотрим. Я почти все прослушала, потому что я была очень увлечена. Я единственное понял, что речь шла о футболе, это во-первых. А во-вторых, я понимаю, что совсем скоро на улицах практически не останется мужчин, потому что все будут сидеть в экранах телевизоров и болеть за своей любимой футбольной командой. Ну, я потом этот сюжет все-таки пересмотрю, тем более, что есть такая возможность всегда в фейсбуке все сюжеты, все интервью с гостями. Все можно посмотреть, пересмотреть. Мы тем временем приступаем к следующему этапу. Уж простите, что я это делаю руками, но нам нужно экономить время в утреннем эфире, чтобы мы все-таки успели вам что-то показать. Максимально быстро вот это мы вытворяем. Денис, уже готова начинка. Ты расскажи про начинку. У меня простая начинка, буквально, не знаю, чуть-чуть молока я добавил в емкость. Кроме того, я добавил еще тертый сыр моцарелла, шпинат, который у нас тушился в сковороде, да, и после этого я еще добавил туда два яйца. Все это я сейчас перемешиваю. Честно говоря, это не очень привлекательно выглядит. Ну, будем надеяться, что это будет вкусно. Хотя продукты, да, должно быть вкусно. Это все, это начинка, которую мы собираемся залить в наши формочки. Если я не вижу, сейчас видно. Видно, что я делаю? Нужно показать, что я делаю. Вот это такие маффины, которые мы по кругу укладываем теми самыми уже готовыми макаронами. Ну, то есть, поэтому мы и сказали, что неплохой вариант, если, например, у вас с ужина остались макароны, которые не очень-то вкусно есть в таком виде на следующий день. А вот приготовить из них что-то интересное можно, удивив свою семью. Денис, давай я, наверное, не буду прямо делать сейчас все эти формочки. Может быть, мы потом продолжим. Давай, посещайте. Смотри. Ты сейчас, да, вот сюда, в серединку, все это перекладывай. У нас получается, да. То есть потом, как вы понимаете, сыр должен будет расплавиться. И они примут такую цельную форму. А вот положи в следующую чуть меньше начинки. Я покажу, что еще можно сделать. Можно взять, допустим, даже перепелиные яйца, мы сегодня решили взять, и вот так в центр вылить. И то есть можно будет вот так. Да, мне даже так больше нравится. От этого становится еще полезнее, мне кажется, этот рецепт. Ну, раз мы заговорили о полезности продуктов и вообще пищи, давай расскажем еще об одной новости, которая связана... Давай ты расскажешь, а я пока попробую еще уложить несколько формочек. Я тебе передаю стафетку. Пожалуйста. Я расскажу о новости. Вот, кстати, не знаю, любишь ли ты морепродукты и вообще рыбу в целом. Нет, не очень. Морепродукты, рыбий жир и содержащиеся в нем непредельные жирные кислоты давно считаются особенно полезными для здоровья сердца и сосудов, так как они понижают давление, уменьшают уровень холестерина и смягчают стенки сосудов. С другой стороны, рыба может содержать в себе большое количество ртути и других вредных веществ, способных негативно повлиять на другие аспекты жизни человека. И вот ученые, проанализировав все плюсы и минусы, связанные с употреблением морепродуктов, изучив данные за последние 20 лет, все-таки пришли к общему мнению, что употребления всего двух порций рыбы в неделю хватит для того, чтобы снизить вероятность развития коронарной болезни сердца, инфаркта, инсульта или других проблем с сосудами на 40-50%. Аналогичного эффекта, кстати, можно добиться, употребляя чистый рыбий жир. При этом врачи советуют избегать мяса крупных видов акул, тунца и других больших рыб, в чем в организме, как они считают, быстро накапливается ртуть, которая, конечно же, оказывает негативное влияние на человека. Так что рыба полезна хотя бы один-два раза в неделю. Конечно, желательно, чтобы в вашем рационе рыба присутствовала, тогда вам не страшны различные проблемы сердца. У тебя есть еще новости? Есть. Мне нужна еще одна минута. Новости есть всегда. Есть новости всегда. Делись, делись, пожалуйста. Да, в общем, эту новость тоже я рассказал. Ну ладно, эту новость... Я занята. Мы буквально недавно слушали Сашу Юрьеву, который рассказывал о футболе. Сейчас поговорим о хоккее. На прошлой неделе вратаря сборной России по хоккей Василия Кошечкина, вратарь сборной России Василия Кошечкина. Что звучит? Какая у него фамилия. Вывезли из раздевалки комнаты на тележке. В момент показали прямой трансляции перед вторым периодом матча чемпионата мира против Швеции, а позже наложили на него музыку имперского марша и звездных войн. Что из этого получилось, давайте посмотрим. Всполняющий операцию главного тренера команды Илья Воробьев рассказал, что из-за тяжелой экипировки Кошечкину тяжело добираться до льда, поэтому его возят на тележке. Мешает также и расположение раздевалки на Роял-арене в Копенгагене, где проходили соревнования. От нее далеко и неудобно добираться до льда. Поэтому это не театральная постановка и не заготовленный какой-то театральный ход. Таким образом, хоккеисту реально легче просто добираться до... То есть действительно нужна была помощь, да? Да. Просто я там еще читал в статье, уже более подробно, что оказывается, двери, которые... Есть двери из раздевалки прямо на лед. Но их закрывают, потому что из-за того, что оттуда с раздевалок доносится тепло, лед начинает стремительно таять в той зоне. Поэтому, чтобы сохранить этот ход, ну, ход на ледовой площадке, закрывают все двери. Вот есть единственная дверь, из которой необходимо выйти, но чтобы обойти все эти коридоры и различные помещения, вратарям и в том числе хоккеистам приходится продвигать довольно большие расстояния, а амуниция, они довольно тяжелые. Вот таким вот образом мы решили выйти из этой ситуации и покатать его на тележке. Все, ты идеально уложился, понимаешь? Вот ровно, ровно эта секунда мне нужна была. Отправляем это все в духовку, и я думаю, что в конце программы мы обязательно покажем вам, что получилось в итоге из этого незателю, но, по-моему, внешне достаточно эффектного блюда. Реклама у нас далее? Да. Ну, Артем Дриго умеет нас удивлять интересными личностями и гостями своей рубрики, а мы тем временем хотим удивить вас нашим рецептом. Он готов, в принципе, уже мы его вот только что выточили из духовки. Это наши корзиночки, в которых мы приготовили макароны, таким вот необычным образом добавив туда начинку, которая состоит из сыра, двух яиц, сыр моцарелла, два яйца, молока, молоко. Все это мы перемешали, добавили чуть-чуть обжаренного шпината. Можно сделать еще вариацию с перепелиными яйцами сверху, вот как, в принципе, у нас центральная корзиночка получилась. Все это буквально на 30 минут в духовку, и вот такое вот красивое блюдо у нас получилось. Надеюсь, что вам тоже понравится. Ну, а я неспроста один на кухне, потому что моя коллега Надежда Ерина уже находится на другой нашей площадке, где готова побеседовать с нашим гостем Майклом Клейптоном. У него для вас есть еще одна композиция. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!